Уроки по изучению Библии Об этом мы читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна. Сразу же после вознесения два ангела, два мужа в белой одежде, явились ученикам и сказали «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих. При том, что второе пришествие является непреложным фактом, в отношении этого волнующего события возникает множество ошибочных учений. Каждый христианин должен понимать библейское учение о возвращении Иисуса, чтобы не позволить небиблейским теориям сбить себя с толку. Заблуждение, которому энергично противился Павел, заключалось в том, что день Господень якобы уже наступил. Павел об этом говорит во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе, 1 и 2 стихи. «Я читаю это место в одном из современных переводов. Просим же вас, братья, что касается пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего соединения с Ним, не давайте поколебать себя слишком скоро в своем здравом смысле и приводить себя в страх ни духом, ни словом, ни посланием якобы от нас исходящим, будто настал День Господень». Люди не говорили, что День Господень наступает. Они утверждали, что на момент написания второго послания Фессалоникийцам, то есть в 51 году н.э., он якобы уже настал. Вдохновенное слово, характеризующее это заблуждение людей, мы также находим в первом послании Коринфянам 3.22 и в послании к Римлянам 8.38, где оно переведено как «настоящее». Следовательно, точный перевод второго Фессалоникийцам 2 глава 2 стих должен подчеркивать, что некоторые говорили, будто День Господень уже был, то есть уже стал реальностью. Поборники наступившей реальности Дня Господня в I веке не знали, что в этот Великий День должно быть видимое явление Господа в небе. Деяния 1 глава с 9 по 11 стих об этом свидетельствуют. Не знали они и того, что Дню Господню должно предшествовать отступление, как говорит 3 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам. Второе заблуждение фессалоникийцев относительно возвращения Христа состоит в том, что оно вот-вот должно произойти, оно придвинулось или оно нависло. Опровергая заблуждение настоящей реальности, Павел говорит о том, что должно случиться до Второго пришествия. Должно произойти так много событий, что День Господень никак не мог прийти в 51 году. После 51 года действительно произошло великое отступничество, и оно будет продолжаться до Дня Господня, говорит 8 стих этой же главы. Таким образом, никто не может сказать, что День Господень придет в том или ином поколении. День этот придет словно вор 1 Фессалоникийцам 5 глава 1 и 2 стихи, то есть неожиданно, внезапно. И по этой причине заявления о том, что Господь вот-вот вернется, никак не подтверждаются. Наверное, можно даже сказать, что когда кто-то учит, что пришествие Господа угрожает определенному поколению, это может служить твердым основанием для уверенности, что в данном поколении Он не придет. Иисус говорит «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один». Читаем в Матфея 24 глава 36 стих. В том же Евангелии, в 24 главе 44 стихе, Господь говорит «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете придет Сын Человеческий». Суть третьего заблуждения насчет возвращения Иисуса состоит в том, будто Павел считал, что Господь вернется, когда Он будет еще жив. Они полагали так, потому что в первом послании фессалоникийцам, 4.15, Павел говорит от первого лица. Исследуя такой логике, можно сделать вывод, что Павел думал, что при возвращении Господа Он будет уже мертв, поскольку в 1 Коринфянам 6.14 и во 2 Коринфянам 4.14, говоря о воскресших из мертвых, Он также употребляет первое лицо. На самом деле Павел не ведет речь конкретно о себе. Он, однако, говорит об отступничестве, которое будет постепенно нарастать. Отступничество будет сдерживаться какое-то неизвестное время, пока не достигнет своей максимальной силы. Павел знал об этом, и на основании этого можно думать, что он не рассчитывал дожить до того дня, когда придет Господь. А теперь обратим наше внимание на признаки второго пришествия Иисуса Христа. Предпосылкой второго пришествия, как утверждает Павел, будет рост уже существующего беззакония. Этот процесс, сдерживаемый во время написания Павлом этих строк, достигнет значительных пропорций, однако истребится во время второго пришествия Господа. Давайте прочитаем вместе 2 Фессалоникийцам 2 главу 1, 12 стихов. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Тайна беззакония, человек греха, уже действовала в дни Павла. Несомненно, это был один из антихристов, о котором говорится в первом послании Иоанна 2, 18. И некоторые из них к тому времени уже пришли. Самонадеянный отступник из 2 главы 2 послания фессалоникийцам имеет многочисленные свойства противника Христа, то есть антихриста. Он воплощение греха, в то время как Иисус воплощение праведности. Он сын погибели, в то время как Христос начальник жизни, как говорится о нем в деяниях 3 главе 15 стихе. Он воспротивился Богу, в то время как Иисус покорился воле Отца. Можно сказать, что и человек греха, и человек праведности обладают тайной, что они творят чудеса, и что они имеют свою парусию, то есть явление или пришествие. И есть целый ряд стихов, которые говорят об этом. Однако человек греха не перенесет яркого света Господнего пришествия. Он истребится. Высказывается несколько догадок относительно того, кто такой этот человек греха, и многие называют Нерона. После его смерти в 68 году некоторые не отказались от мысли, что он и есть сын беззакония в предсказании Павла. Так возник миф о возрождении Нерона, в котором говорилось, что он оживет и продолжит гонение христиан. Однако ни Нерон, ни другой кандидат, Каллигула, установивший свою статую в Иерусалимском храме, не подходят на эту роль, потому что не будут стоять у власти, когда придет Господь. Беззаконие, о котором говорит Павел, будет существовать до тех пор, пока не истребится в пришествие Господа. Другие из называющихся кандидатов тоже не подходят, потому что не будут во власти, когда придет Иисус. О том, кто поддерживает человека греха, тоже высказываются разные предположения. Некоторые считают, что этим удерживающим является сам Павел, другие называют всех апостолов. Некоторые в этой фразе из 2 Фессалоникийцам 2.7 усматривают попытки Германской и Римской империй сдерживать распространение папства. После распада Римской империи в 476 году римские епископы утолили свою жажду власти. Во II веке Тертулян так объяснил, кто такой удерживающий. Какое еще может быть препятствие, кроме римского государства? Он также сказал, «Есть еще одна большая нужда в вознесении нашей молитвы о благе императора. Ибо мы знаем, что сильнейшее потрясение, нависшее над всей землей, фактически конец всего, угрожающий страшными несчастьями, сдерживается только продолжающимся существованием Римской империи». После устранения этого неизвестного удерживателя сын беззакония должен будет захватить власть. Очевидно, власть эта продлится до пришествия Христа, когда он и будет истреблен. Об этом мы читаем во II послании фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Но наиболее вероятное объяснение этого удерживающего – Дух Святой, который удерживает беззаконие на земле. В День Господень дела Иисуса не будут только разрушительными. Приятным аспектом Его пришествия будет то, что Он примет к Себе святых, искупленных всех веков. Павел хотел, чтобы фессалоникийцкие христиане были среди этих искупленных. Он молился, чтобы они осветились во всей полноте, а затем повторил свою молитву. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия, то есть парусия, Господа нашего Иисуса Христа». Пятая глава, 23 стих первого послания фессалоникийцам. Он хотел, чтобы его друзья-христиане целиком отдали себя тому, что правильно, и он хотел, чтобы они либо умерли беспорочными, либо жили такими до прихода Господа. Павел желал пришествия Господа среди прочих причин еще и потому, что тогда он сможет увидеть любимых фессалоникийцев, которые были ему очень дороги. Нетерпение, наполнявшее его радостью, основывалось на понимании того, что он воссоединится с теми, кого от идолов обратил к истинному Богу. Как победитель олимпийских состязаний получал гирлянду цветов, так и Павел говорит, что в день Господень фессалоникийцы будут его венцом похвалы. Первая фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. Особое значение этого стиха, где говорится о ставших венцом обращенных, похоже, основывается на предположении, что Павел узнает этих обращенных. Следовательно, то, что по ту сторону могилы будет узнан каждый в отдельности, это библейская идея. Тело человека не сохранится, но память останется. От второго пришествия невозможно отделить не только радость и веселье искупленных, но и гнев Бога на нечестивых и непокорных. О нем мы читаем в первом фессалоникийцам 1 глава, 10 стих, 4 глава, стих 6, 5 глава, 3 стих, а также во втором послании фессалоникийцам 1 глава, 8 и 9 стихи, а также 2 глава, стих 8. Павел предостерегал членов церкви против блуда. Он говорил им, что Господь совершит отмщение всем, кто занимается таким непотребством. Кроме того, тех, кто живет так, будто Господь не станет сводить щитов, настигнет внезапная погибель, словно родовые муки женщину, и она будет неизбежной. Нежелающие повиноваться Евангелию подвергнутся в вечной погибели. Слово «погибель» нельзя воспринимать буквально. Если бы эти грешники на самом деле погибли, то есть полностью исчезли, их наказание не было бы вечным. Оно бы прекратилось. Значит, слово «погибель» в этих стихах в 1 главе 2 послания фессалоникийцам с 7 по 10 стихи можно приравнять к несчастью, к страданию. Жертвы будут постоянно страдать, но не погибнут полностью. Общепринятое представление о том, что смерть есть разлучение, несет в себе некоторую долю истины. Однако фактически смерть – это отсутствие жизни. Жертвы Божьего гнева будут отделены от его лица и претерпят в вечный огонь, который будет настолько мучительным, что его можно назвать смертью. Смерть – вторая, как о ней говорится в Откровении, 20 глава, 14 стих. Но это не смерть в буквальном понимании. Жертвы будут по-прежнему живы. Они, как те, о которых говорится в Откровении, 9-6, несомненно, будут искать смерти, как освобождение от адского огня. Но она будет бежать от них. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok